В Югре сегодня отмечают снятие блокады Ленинграда. 78 лет назад, 27 января 1944 года, советские войска прорвали окружение, разбили силы захватчиков и заняли северную столицу. Округ традиционно присоединился ко всероссийской акции «Блокадный хлеб». Раздачу символичных 125-граммовых кусочков хлеба организуют волонтеры Победы. Своеобразные точки памяти будут работать во всех муниципалитетах Югры. Всего в этой акции задействовано около 3000 волонтеров. Активистам удалось подготовить почти 10 тысяч символичных горбушек блокадного хлеба. В этом им помогли неравнодушные предприниматели, пекарни и магазины. Понятно, что мы не можем, да и, наверное, нет в этом необходимости приблизить рецептуру самого хлеба к тому периоду, но визуализировать в виде веса именно 125 грамм, вот это мы делаем. То есть символическая акция для того, чтобы люди в глаза не могли видеть, каков он был, этот кусочек хлеба. Память погибших почтили минутой молчания на церемонии возложения цветов. В Ханты-Мансийске вместе с жителями города, сотрудниками Росгвардии и волонтерами Победы по Аллее Славы прошла Наталья Комарова. Губернатор также возложила цветы в память о погибших жителях и защитниках Ленинграда. Напомню, сейчас в Югре проживают 43 ветерана блокадника. КОНЕЦ КОНЕЦ Минздрав России разработал памятку для тех, кто болеет в бессимптомной и легкой форме коронавируса. Так, если вы поставили вакцину, ревакцинировались или переболели менее полугода назад, при этом тест на коронавирус показал положительный результат, а симптомов нет, Минздрав рекомендует соблюдать самоизоляцию и контролировать температуру тела. Вакцинированным и переболевшим более полугода назад при наличии положительного теста, но без симптомов, рекомендуется оставаться дома, соблюдать питьевой режим, следить за температурой тела не реже трех раз в сутки, При возможности измерять сатурацию пульсоксиметром дважды в день, а также при насморке и заложенности носа следует воспользоваться солевыми растворами. Также можно взять на вооружение противовирусные препараты, включающие интерферон-альфа. При этом беременным рекомендуется принимать препараты только по назначению врача. Предпринимательские инициативы и поддержку бизнеса предложила обсудить Наталья Коварова во время очередного прямого эфира с губернатором. Встреча состоится завтра, 28 января. Начало эфира в 12.00. Модераторами встречи выступят действующие предприниматели-победители различных конкурсов. Например, автор проекта «Город в моем сердце» – успешный нягонский предприниматель Владимир Дзинзюра, мастерская которого изготавливает полигональные металлические фигуры. Предприниматели на своем опыте расскажут, как можно реализовать проекты при помощи грантов и других мер поддержки. По традиции жители Югры к анонсирующему посту оставляют свои вопросы и комментарии. Югорчане интересуются новыми видами поддержки и инициативами в социальной сфере.